здравствуйте я снова на крыше сегодня у нас понедельник 3 августа вот снова я повесила просто многие зрители любят крышу кстати вот это вот простыня она это еще советского времени представляете она из натурального льна ну на чуть-чуть немножко порвалась внизу вот это лен и она смотрите не выгорела не выцвела вообще с ней ничего это советского времени простыня это у лёши вот от мамы осталось так я немножко хочу ну повозмущаться и повеселиться в общем она такая странная тетя не значит пишет что я неудачница вот давайте вот логически подумаем вот я неудачница в чем выражается что я неудачница вот смотрите я каждый день могу выйти сюда и вот вот этим всем восхищаться радоваться вот это уже для меня удача я живу в стране где 360 дней солнце да насколько это триста сорок летний солнце я живу в стране в которой вот сегодня ночью был ливень страшный страшный ливень просто стена воды было и где этот ливень вот у нас в жевске вот если дождик пройдет летом все считали это кончилось и сразу холодно становится и ужас вот давайте посмотрим вниз вот посмотрим вниз вот смотрите какой бассейн я каждый день могу там плавать каждый день так типа намек что я пошла простить пособие а так почти вся испания пошла просить пособие мой муж сидит на пособие он неделю отработал вот ему сейчас заплатили и он снова сейчас на пособие так чему ему что же что ли неудачник вообще ничего не понимаю это сейчас такая ситуация и она во всем мире такая получается весь мир неудачники я не понимаю в америке люди все на пособиях сейчас сидят да тут весь леурет сейчас сидит на пособие тут вообще сейчас считается человек у которого есть рт по-моему так называться на пособие это просто счастливчик просто я не знаю вот эта роза вот это кремлебот то ли она дура какая-то то ли это вот она то свой вот этот план выполняет вообще больная тетя вообще на голову вот она вот неудачник это она неудачница что она вот должна вот так деньги зарабатывать обливая лену хэппи every day которая никому ничего плохого не сделала человек сам наделал ошибок сам из них вылез и при том быстро и здорово и молодец она нет вот она понимаете она бегает какая-то вот она как-то ее зовут роза в общем сначала я не помню из двух слов вот роза только запомнила вот посмотрите я могу каждый день ходить на пляж вода сейчас там супер заходишь даже не чувствуешь люди вообще люди такие бешеные деньги сюда платят чтобы здесь всего лишь неделю побыть а я здесь живу да какая же я неудачница так как это я прочитала мне два до слез я в понятии женщин наших наших женщин я замужем у меня есть мужику на у нас живут женщины все помешаны что мужик был я замужем у меня есть мужик у меня взрослый сын хороший адекватные работящий вот ну в чем вот я неудачница ну вот ну скажите хоть вот ну а одно то что у меня нет счета с огромными деньгами и поэтому я неудачница что ли я вот тут этого не понимаю а что удача в том чтобы вот это на счету было куча бабла и сейчас этим кучей бабла люди сидят и все равно не могут сюда попасть вы же не можете сюда попасть хоть у вас и куча бабла а вы сидите и смотрите на дождик на серое небо на унылых людей которые ну я не знаю я так я так вот россию воспринимаю его тоже все время вот это пишут ты ненавидишь русских ты ненавидишь русских да как я могу ненавидеть всех русских сто сорок шесть миллионов человек я их чу их всех всех вот так вот сижу и ненавижу да это мне зачем да у меня вообще такого нет чувства кого-то чего-то там ненавидеть зачем зачем мне кого-то ненавидеть когда ну как бы я живу своей жизнью просто я вижу вот 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 этот негатив страшный вот который обычно получат я тут я уже эксперименты ставил негатив сразу же агрессия со стороны русскоязычных начинать если идет речь о деньгах только деньгах пошла речь у людей как будто крышу сносят вот это лена хэппи вот пока она была там несчастная пока у ней там карточки заблокировали показать что ей там с россии из банка звонили пока у нее было страж страшное положение она для русских было хорошая то есть все ее коллективно жалели все было хорошо вот она бедные браслетики там продает с ютуба и там что-то капает все были жутко довольны и все было хорошо как только человек нашел выход из положения то есть пошла с мужем а мужа все обсуждали какое вам дело какого цвета кожи у нее муж это же она с ним живет они вы вот этой всякой его обзываю да что это такое она выбрала этого человека она с ним 10 лет живет и это ее дело с кем она живет я просто так возмущает просто просто возмущает и и меня под я вот это написала в то что вот вам говорю я написала на канале хэппи высказала свое мнение и на меня напали что я ненавижу русских что я ненавижу россию чем я ненавижу я просто написала что русские как услышит слово деньги что как узнает что кто-то там нормально зарабатывать деньги на чему ли она сказала что отработав месяц на дальнобое с мужем и дальнобойщики вдвоем теперь работают это я вообще я не представляю как может женщина так работать это просто памятник она медали ей дать и вообще не знаю для меня она просто вообще теперь герой и и она же сказала что за один месяц заработав они закрыли две карточки кредитные да я думаю что в течение года счастье все все закроет и и я думаю из-за этого начался такой срач у нее под она вот выпустила видео когда почему такой срач почему меня везде так оскорбляют почему везде пишут про меня как чего попало сочиняют всякую ерунду да потому что вот слово вот про деньги вообще нашим ничего говорить нельзя вот как только вот это слово скажешь то все эти или еще не дай бог скажешь что вот ты откуда эти деньги там тебе на голову упали или ты вот их случайно там где-то хорошо заработал все ты будешь врагом всему русскому народу я нет я не говорю про всех конечно людей не я не говорю а я говорю о тех людях которые вот способны ну так реагировать негативно с такой яростью на на человека который научился как-то нашел такую работу где он может зарабатывать почему не порадоваться за человека я вот я наоборот радуюсь когда блогера смотрю там с кого я вот сегодня там заработала слава богу я во господи слава богу и там начинается вот ты мошенница да ты не знаю как это заработало да кто тебе это да да ты мужиком спала вот это все вот это вот так про меня тоже чего попала вот чего попала на других к я не знала я не знала и и вот куда я зашла на на это на канал елена я когда прочитала что там про меня написали я вообще не знаю ну и что что я старше своего мужа я вообще-то не выгляжу его старше он по моему хуже меня выглядит ну и что что я сейчас села на пособие пол испании на пособие сидят в чем тут в чем тут я в чем тут позор и в чем тут вообще что я это неудачница да я только вы знаете глаза открываю утром и каждое утро благодарю что вообще судьбу благодарю то что я не струсила это что я сюда приехала вот да было трудно да это не все такого могут вынести но я вынесла и я лично себя вообще как бы я собой очень довольна я считаю что да я совершал какие-то ошибки но все ошибки поправимы и каждый человек совершает ошибки нет вообще таких людей которые не совершают ошибки еще одно я вам скажу что деньги это не мирила счастье нет счастье это когда человек доволен своей жизнью счастье это не показуха что я напялила на себя одежду вас марки на последние деньги там за 200 евро как у нас удивиться покупают на последние деньги вместо того чтобы оставить там на на будущее мало ли что покупают какие-то вот вещи там чтобы чтобы все видели что она не с рынка делась вот помните вот я как-то показала что я с рынка на рынке купила одежду боже как мне там обсирали ну и что ну что у меня нет никаких проблем меня отлично вот сейчас особо никаких нет таких страшных денежных проблем и я вам все расскажу вот если вот мои документы примут и мне начислят пособие 500 евро вот милые мои дорогие мои я не говорю про москву и санкт-петербург я говорю про провинцию вот 500 евро это на русские деньги 40 тысяч рублей это кто это вот провинции зарабатывает имеет такую зарплату кто простой рабочий не верю не верю я буду иметь это я не знаю в течение кого-то временем хотя бы полгода даже что да я вообще буду жить в ну просто я не знаю у меня конечно уже всякие планы всякие мне тоже то надо я понимаете когда ты не уверен когда у тебя ну не постоянный заработок и все время начинаешь ой вот хочу это купить нового вдруг мало ли на следующем месяце у меня не будет заработка и вот а когда ты знаешь что тебе каждый месяц будут платить в течение там ну допустим течение 6 месяцев тебе будут платить 500 евро то есть я могу спокойно например там сходить там у меня тут проблема с мостом я захочу мост то там к этому к армянину пойти спросить сколько мост вот чтобы он не его в общем не металлокерамика вот здесь на это на нижней челюсти и ей уже 10 лет говорят что после 10 лет она вот и там в общем начало она просто крошится я хочу просто сходить спросить насколько это вот стоит чтобы вот это моста из трех зубов мне это во сколько мне это обойдется а сейчас я даже вот с этими моими временными заработками я даже и нет и хожу мучаюсь вот это откололась у меня там и как бы язык рвет и вообще сами знаете когда зубами какие-то проблемы это же вообще самый ужас вот я думаю наверно нормально объяснила вам что то просто вот я вот вчера я понимаю что ты хейтеры пиши ну просто вот ну поймите ну ну вы невероятную глупость пишите это ну я понимаю что люди как которые никогда за границей не жили они не понимают не понимают вот как-то люди в россии настолько агрессивно вот насчет денег это просто какая-то невероятная агрессия видимо от того что люди еле концы с концами сводят и без конца же надо деньги и везде за все надо платить везде за все берут и видимо вот у людей ну просто крышу рвет и не даже даже не вообще видимо спокойно не могут слышать там особенно когда это говорит человек простой видимо когда говорит это человек богатый вот например я так понимаю то это люди как-то воспринимают а он богатый да там теперь не нервничают а когда-то видимо говорит простой человек еще который говорит что я там работаю на уборках или я там водителем работаю еще кем-то простым работа вот это вот реально реально и постоянно людей это бомбит вот это слом потому что слом стереотипа потому что это это обидно вот то есть кажется каждому же человеку обидно почему это я работаю в россии получаю гроши а почему человека там за границей так за такую же работу такие деньги получают живет может ездить может там машину себе купить муж там даже как ирина моя подруга наша купила квартиру я вообще осталось четыре года выплатить ипотеку и у нее все уже будет своя квартира вот хотя она не никого бизнеса тут нет и она точно так же как я работаю до свидания то у меня там лёша ждет мы сейчас магазин поедем вау дед у нас все ничего не попытаюсь там поснимать что-нибудь